Заехали в Израиль, мы едем на Мертвое море. Ой, девочки трясет, извините. Тут, конечно, отличаются уже и дома, и дороги от Палестины. Вон, какие высотки стоят, и что характерно, все из одного материала, потому что здесь, да, вот сейчас мы ехали, сотрело, ну камни, камни, а оливки растут, земли вообще нет, ни камни, а оно растет. Теперь шляпа падает, поднимет, то я не могу, смотрите, как красиво. Вам будет неудобно смотреть, потому что на ходу снимают, мелькает, все. Да, конечно, что они кусают. Огонь? Вот именно, например, музея вычислить, все. Обающая вязать. Ну а вот еще не купили. А, а, где у тебя здесь были. Я едала, в этих пляжных пляжных законодательствах. Я, в здесь, на этом месте, на этой месте, как и тут, где-то, в конца. видите где нигде посажены саженцы да и везде абсолютно у них капельный полив везде протянуты шланги что дождей нет везде капельный полив как-то так все интересное сделано вообще прям на краю как-то но держится девочки уже сколько едем вот такой пейзаж из окошка вообще я сейчас спросила говорю хоть когда-нибудь здесь идет дождь и он говорит нет бывает что раз в году может быть а так здесь никогда нет дождей представляете это вообще это вообще что волки и волки гиены тут всякие ну и змеюки их зараза как все у нас каждый день и льет здесь нету почему такое неравноправие вот там девочки вдалеке там уже все и ордания все а там с той стороны а там уже все вот вот там домики все это уже и ордания пальма растут финики собираются потому что это финиковая пальма выращивает он верблюд он еще один короче видать бедуины продают чего то трясет прошу прощения не на этот купить со стабилизатором всякие сувенирчики тут финики тут собирают вот там виноградники красиво красиво даже почему в трости кроме пальм эти горы уже все все относится к и ордании галеке вон уже вижу я с машины не на как вам видно уже все мертвое море а вон соляные ванны сереж видишь посмотри соляные ванны видишь соль собирают ага собирают морскую этот соль с мертвого моря ну вот еще еще одна мечта наша сбылась сделана специальные соляные солевые ванны на земле она подсыхает соль собирают 20 лет на пляж где все если же какие зонтики лилеты поля правда он на час раньше закрывается ладно вызвали с автобуса здесь почти на градусов 10 жарче чем у нас там в палестине сразу так да если не больше сразу так прибила с машины вылез климой вылез ров тебе так чик земле прижала соль продается с морского моря грязь грязь потом что они делают соль сыпется просто просто море за 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 экстрем вам не стесал ими китнов прикольненько какое-то дерево острова на на фикус похоже с какими-то бубочками вот он какой северный олень валяются грозами мазюкается ножки покорябалая прям там соляные кристаллы наступило надо было через понтон заходить вообще вода прям как кисель соленая аж густая тело все такое тело такое все сережа скользкой тип ты ты скользкий тип короче вообще сметану как кисель она там уже за морем иордания но грязно-вастенька что-то им плотят они не убирают особо девочки вот это здесь припекает вот это здесь припекает прям моим костям тепло не просто думаю может он ему чего-нибудь откусит здесь на фоне вот утра и фир но хэн кинд ахту либо год а мы камер но какие у него зубы майин год Бедные варблюда, какие у него лапы длинные, офигеть, все повезли, отписался, и знал, блин, он на тепихе, на гадил, когда поднимал, и знаешь, где ему лежат на тепихе, видать ему не так кучу. Смотрите, все эти машины и люди сейчас находятся в этом парке, потому что это единственная возможность, чтобы в воздухе длить. Вы имеете в виду 2-15 минуты, но они не могли и должны быть в воздухе. Аквапарк, они сейчас все в Аквапарке. Это шатер, это клапан. Вилы с бассейнами. В каждом домике бассейнчик, потому что им не разрешают к морю купаться. Камели. В яданце. В яданце. В яданце. В яданце. Камели, яданце. Все, все, почти только в полосе и виллы. А много местных мест, которые все ли, все ли? Да, многие, которые, все ли, все ли, все ли? Да, потому что люди, где-то там, 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 там. Закушали мясо, это чуть мясо. Выдали? Выдали? Да. подарочек сразу после моря заехали перекусить как вкусно все пахнет мясо нам что хочу сказать вы знали самое вкусное мясо не видно наверно русская церковь православная внизу еврейское кладбище ежегодно и русалин и и и и И один из них будет всегда закрыт, чтобы никто не проходит. Плохо видно. Днем бы посмотреть, какое большое кладбище. Всю ночной Иерусалим. Вообще, красота. Через камеру не передать, конечно. Не видно, а тут товарищ американский президент был. А вот с той горы, вот мы разворачиваемся, там гора, короче, забыла как называется она, у них, где была тайная вечеря у Иисуса. Девочки, плохо видно, а ну ночь, возвращаемся, темно здесь, рано темнеет. Девочки, сегодня тут напротив, сегодня приехал какой-то пионерский лагерь с утра. Орут, песни поют, визжат. А вот там вон мусорка. И лазят бездомные кошки. Про питание ищут. Я вам хочу сказать, что они там обожрутся. Вот сколько мы здесь ходим, столько людей выкидывают еды, хлеба. Я никогда в жизни еще не видела, чтобы столько выкидывали хлеба, прям в пакетах, много. У каждой мусорки. Я вот просто это не понимаю. И вот они, если купят, например, сегодня хлеб, да, у них хлеб это лепешки такие. Они, наверное, на второй день его не едят. Едят свежий только каждый раз. Но я не понимаю, зачем тогда много покупать. Ну, короче, я понять этого не могу. Вот кто знает, объясните. Что здесь, где бы ты ни шел, везде валяется хлеб. Везде. Ну, видишь, песенки там себе поют. Вот они с утра приехали, и вот с утра фестивалят. А мы только что вернулись с Мертвого моря. Умотались вообще. Но я вам хочу сказать, я представляла, конечно, его по-другому. Но, тем не менее, побывала там. И, понимаете, кожа такая стала какая-то, хорошая какая-то стала кожа. Правда, умотались, а потом заехали в ресторан, поели. Потом наш шофер еще повозил по таким местам, но, правда, уже темно было. Не посмотришь особо. Он тут разговаривает, ничего не это. Микрофон еще. Ой, умотались, что-то у меня голова кружится аж. Походили сегодня. Билет проходной стоил на этот пляж, где зонтики и стулья 12 евро на Мертвое море. Есть пляж открытый, без ничего, без зонтиков нет. Ну, там без зонтиков никак. Вот здесь вот нормальная температура, да, вот 30 с чем-то. Ветерочек прохладненько ходит. А там, ну, на градусов 10, а то и больше. И вообще прям придавливает тебя это. Лежу теперь, отдыхаю. В душ сходили. Завтра нам ночью выезжать в аэропорт в 6 утра, потому что уже самолет. И завтра все собираются ехать на целый день в Тель-Авив, на тот пляж, где богатые люди живут и загорают, там себе плавают. Но мы с Сережей отказались, потому что и чемодан собирать, и если целый день... Мы сегодня-то вымотались. А если еще завтра на целый день на жаре просидеть, и море, оно, вода же выматывает конкретно. Если бы не полет, мы бы, конечно, поехали туда. А так, решили не ехать. Потому что это будет сильно много. Плюс еще полет с пересадкой, там у нас мало времени, нам бежать надо будет. Как-то это все успеть, то все, 5-е, 10-е, мы решили не ехать. И будем просто отлеживаться от всех походов, от всех праздников. Многие задают вопрос, в каком мы городе. Мы в Палестине, в Вифлееме находимся. Замуж у меня выходила моя кузина, моя двоюродная сестра. Потому что задают многие вопросы. Видео раньше не смотрели мои до этого, где я все рассказывала. Поэтому сейчас, говорю, выходила замуж моя кузина. Молодожены живут в Германии. Приехали сюда, делали свадьбу. Потому что здесь большое количество родственников у жениха. Что это? Решили здесь сделать, потому что... Попробуй туда как? Всех. Большое количество должно было быть на свадьбе. Там чуть ли не 700 человек. Но так как там еще двое решили пожениться, родственники разделились. Вот. Снимать здесь особо много. Вот, например, сегодня тоже там на Мертвом море. Там ходят люди восточные всякие, да? И арабки. Они этого не приемлют, да? Чтобы на них камера... Там их везде. То же самое и в других местах. Что неприлично. Им это не надо. И... Тоже я нарваться не хочу. Поэтому и свадьбу... Женщины все были, родственники на свадьбе. Полностью закрыты. И головы покрыты. И платья такие... Ну, все-все закрыто. Одни мы, ёк-макарёк. Ну, и там пару девочек. Поэтому тоже не снимала. Ну, вот от них, от арабов... Вот к нам у нас на свадьбе такое пристальное было внимание. Это чувствовалось, замечалось. То ли они обсуждали, кто из нас... Кто приходится невести. То ли... Не знаю. Ну, я вам хочу сказать, что добродушные. И вообще... Гостеприимные. Ну, мы вот... Серёжа вообще довольны, как ребёнок. Он бы побывал в таких местах, где хотел... Побывать. Он счастлив, как дитя. Ну, я тоже, в принципе, ни о чём не жалею. Говорю, сейчас вот проезжали гору. И он бы хотел бы тут днём туда съездить, на эти вот места. Вообще здесь, куда ни приедешь, везде, в любом городе есть какая-то святыня, какое-то историческое какое-то место, чтобы это... Я не знаю, как мы спать будем. В этом... Этот дяденька ведущий орёт так громко. Сейчас проезжали гору, где была тайная вечеря. Помните из Библии? Иисус с учениками. Короче... Много чего интересного. Много чего интересного. И недели недостаточно. Потому что, если ты куда-то выезжаешь, это тебе планировать, что день тебе нужен. Ой... Рука уже... Вот так. Вот так-то, девочки. Короче, замученные, припёрлись и всё. Лежим, отдыхаем. Идем. КОНЕЦ